ребят всем привет привет и поскольку мы снимаем видео из этого места это уже означает что мы куда-то куда-то едем и куда мы сегодня едем девчата сегодня едем в аквапарк посмотрим какой аквапарк на пхукете и естественно будем сравнивать с нашим аквапарком который находится в гуанчжоу там очень большой красивый аквапарк мы покупали билеты через турфирму за нами приедет трансфер но он централ фестиваль подъезжает прям к самому конду он он именно идет по маршруту нам нужно сейчас есть на байке доехать до центра фестиваль и там отправление до аквапарка но тем не менее это лучше чем ехать до самого аквапарка потому что он находится очень далеко в районе аэропорта нам туда ехать больше часа и конечно же всем будет интересно сколько стоят путевки 1000 взрослый билет 600 детский билет ну что девчата поехали наконец-то нами трансфер приехал вот так пример он выглядит и отходит он от центра фестиваля вот здесь вот в общем остановочка все ребята мы приехали здесь в общем вот офис по продаже билетов и здесь смотрите другие цены на билеты 1450 взрослые и 700 детские также нужно определиться в лет со временем 16 00 идет оттуда автобус и 1745 уже не расходов надо в общем выбрать время очень много дублируется по-русски очень много прямо по-русски все написано написала 16 00 будет здесь будет оттуда отправление до центра фестера куда мы приехали нельзя воду взять всякие снеки у нас гонжоу можно воду да да вот прям необычно ну видимо для того чтобы ты покупала потом заберу там написано если вы хотите взять с собой какую-то еду или снеки или воду заплатите 1000 бац за персона больше что за правило я не понимаю мы положили тысячу бат на такой вот браслетик будем рассчитываться здесь для нем для нем нем будем рассчитываться здесь сразу же как обычные игрушечки игрушечки как правило здесь всегда дорого 430 отлично все я понял не сразу же вопрос интересно есть здесь ограничение по весу аренду ячейки взимается там женская переодевалка здесь мужская переодевалка ребят смотреть малинчика покажу вам переодевалочку здесь можно помыть руки здесь вот именно туалеты и вот здесь переодевалка вообще можно переодеться кто стесняется за шторкой дальше идем попадаем в комнату хранения здесь прям хорошо так работают кондиционер прохладненько очень уютненько и вот такие кабинки мы в общем взяли одну кабинку в мужском получается в мужской раздевалке взяли кабинку и сейчас девчата переоденутся дадут мне вещи и мы оставим все в одной кабинке чтобы сэкономить немного денег потому что кабинка стоит 150 бат вот девчата переоделись ты в новом купальнике смотрю а почему ты в новом купальнике потому что мы на экскурсии оставили купальник вот будешь в этом купаться сейчас подожди видел как мы натягивали на поле этот купальник втроем сэкономить и и 1 наш аттракцион ленивая река я рискнул без окупа бокса проплыть эту реку мамин ты туда под водой снимай здесь нечего в аквабоксе снимать это будет полный бред и я хочу сказать что мы загораем опять загораем до дыр ленивая река кстати есть тоже ребята в гуанчжоу протяженность этой реки если я не ошибаюсь 5 километров или 5 или 4 километра более что происходит у тебя что происходит боль боль что там происходит у тебя кстати ты заметила то что здесь ну нету по периметру спасателей они как-то ну выходит посмотрит и уйдут в гуанчжоу прямо не по всему периметру стоят и не дай бог ты из ватрушки вылезешь они прям сразу сигналит говорят залазь ватрушку и все не дурачься здесь есть как бы спасатели по периметру но контроля такого нету так что здесь какой-то прям расслабон он ватрушку ребята сейчас вообще просто без ватрушки просто проплыли и нормально задача забраться ну так же неудобно надо сидя попа чтоб была в дырку нет я сейчас буду как русалка плыть кстати на этом аттракционе радует то что тюба бесплатно в гуанчжоу они платно 90 стоят трехместные и двухместные 60 юаней ребят идем на следующий аттракцион 50 бат пол литровая бутылочка вот поэтому у нас воду забрали а в гуанчжоу воду не забирают главный вопрос можно ли все-таки нам на эту горку потому что в гуанчжоу есть очень много ограничений по росту по весу и как правило в этом аквапарке я отдыхаю и просто лежу дети колбасится пойдем попробуем а здесь весь парк на ладони посмотрите мне сердцем так Она говорит, я чуть ли не вылетела с горки Ну она прям вот-вот задела Еще бы маленько, еще бы пару килограмм И мы бы выскочили бы Давай еще раз, поедем? Нет, сейчас на другой горке На моей горке Мама, еще сильнее Ничего ты торпеда пролетела Самая крутая, она самая экстремальная Серьезно? Да, она самая большая Сиреневая и красная Слушай, ну мне здесь больше нравится Потому что здесь все горки доступны По сравнению с Гуанчжоу Там, видимо, настолько повышена техника безопасности Что мне там буквально в бассейне купаться и все Короче, клево, я прокатился И на другом все расслабонит Ты знаешь, первый раз из-под меня коврик выскочил Я локоть там шоркал Один, второй шел Камеру чуть не потерял Я не знаю, что там получилось Так, пойдемте У нас еще много горок, я так понимаю Мы только на двух прокатились Кушать сейчас? Да, кушать Окей, ладно Мика уже забывает Ребята, мы уже заказали И сейчас ждем На территории аквапарка имеется Вот такая вот зона Здесь можно заказать пиццу, напитки, воду Как раз мы здесь покупали за 50 бат А также есть что-то типа фастфуд Гамбургеры, картошки Пицца тоже, я смотрю, есть И, Катя, вот там еще на входе, да, что-то еще есть, да? Да, еще Там что? Тайская еда Можно тайский суп заказать, салат и так далее Ну и тоже Цены везде примерно аналогичны Ясно Мы заказали две пиццы, чуть попозже покажем вам Одна пицца с ветчиной С яйцом С сыром И с тестом Ананас Ананас А это что за пицца? Тесто, сыр, ветчина Господи, как ты оголодала аж прям сходу Я даже не успел камеру включить Будешь рассказывать, вкусно, нет? Как у тебя? Мне нравится, что тесто очень тонкое И начинка лучше чувствуется В общем, приятного аппетита Одна пицца стоит 280 бат Коктейли сколько стоят? 90 бат А пиццу ребята готовят на такой печи Там, смотрите, угли прям горят Дым по всему парку Вот, только сейчас Прик 들어있а Прик隙 Знаете, вот что здесь понравилось, что можно, в общем, договориться с совместными стаффами, что, допустим, мы хотим с семьей прокатиться, а лодка предназначена, допустим, для шестерых, и он нас, как бы, пропустил. Сейчас прокатимся с семьей. Что началось-то еще? Ника, Ника, что случилось? Что случилось, Ника? Боюсь! Мне здесь нравится. Мне тоже нравится. Я скоро думаю, аквапарк маленький по сравнению с гуанчжурским. Ну и что мы тут будем сильно делать? А тут вот просто все на релаксе. Ну да, в общем, все доступно. Везде можно кататься. И для детей, и для нас. В общем, мы сидим, расслабляемся. Девчата наши забрались на какую-то горку. Вообще прям супер... Малышковую. Супер малышовую. Вероника, иди сюда, Вероника. Посмотри. Посмотри, здесь какая-то муха залетела. Посмотри, что там? Посмотри, что там? Давай, Поля, Поля, Поля. Давай. Поля, Поля. Попокрути вот здесь, подержи маленько. Ха-ха-ха. 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 Ты видел? Я говорю, посмотри, что там? Что там? Она такой... Ха-ха-ха. Мочи их, мама, мочи их. Мочи. Всё, больше не поворачивайся. Катя, как так? Я давал тысячу, а мне дают 50. Что за дела? Куда деньги делись? Накружились, накупались. Всё, ребята, мы приехали. Мы заканчиваем не по старой традиции дома, а заканчиваем возле Big C, потому что нам нужно купить кое-что перед отъездом. Да, в дорогу. Ну и хотелось бы спросить, как тебе, Катя? Мне очень понравился аквапарк, хоть и небольшой, но тем не менее, всё так как-то доступно, что ли. Для детей доступны все аттракционы, для тебя доступны все аттракционы. И для меня самое главное, чтобы мы веселились всей семьёй. Согласись, мы не можем это сделать в Гуанчжоу. Ну, ты за меня всё сказала. Действительно, мне понравилось то, что я участвовал в этих аттракционах, потому что в Гуанчжоу есть ограничения по весу 101 кг, кажется. И по росту тоже очень много ограничений, куда детей не пускают. Да. В общем, более так свободно было в этом аквапарке. И тем самым мне очень понравилось. То есть мы участвовали во всех горках, во всех аттракционах. Клёво было, мне прям понравилось. И... Решет, вам что понравилось? Мне понравилось. Самая большая горка. Да, которая вот так... А, и ты чуть не вылетела как будто бы, да? Да, как будто вот так. Как будто бы ты не вылетела. Что ещё? А ещё вот эта горка, которая вверх. Что это? Ну, мы вроде про неё и говорили. А мы про неё говорили? Нет, это я говорила про большой круг, который... А, где мы все вчетвером катались? Да. А, все вчетвером, да? Да. А, какая-то медленная была. Ну, в целом, в целом вам понравилось, да? Мне понравилась эта горка, ещё понравилась как вот эта... Самая высокая. Да, да, да. Мне понравилось на вот этих типа ковриках кататься. Мне тоже есть. В общем, ребята, действительно, парк нам понравился. Рекомендуем. Да, и много доступных аттракционов. С семьёй обязательно сходите, если будете на Пхукете. На этом заканчиваем. Завтра у нас самолёт. И у нас будет ожидание где? Большое. Мы летим из Пхукета в Сингапур. Там у нас будет ожидание 8 часов. Я надеюсь, у нас получится зарегистрироваться на городскую экскурсию. И мы посмотрим Сингапур и покажем его вам. Да, ну в общем, смотрите, не пропустите. Ну всё, ребята, подписывайтесь. И всем пока. И ставьте лайки. Всем пока. 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 Ой, шапочек. Пока. Инстаграм для када. Чик-чик. Мяу-мяу. Пока. Пока. Мы друзья оленёнки. Крызи. Субтитры сделал DimaTorzok